Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Вы живете в Владивостоке, да, с рождения? Да, живу здесь с рождения. А скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Можете немножко о себе рассказать, коротко? Да, могу. Мне почти 25, чуть-чуть осталось. Родилась во Владивостоке, все это время проживала во Владивостоке и проживаю сейчас. Правда, ну, скорее всего, в конце этого года перееду, наверное, или летом. Ну, это еще не решено, но, скорее всего, так будет. То есть, я правильно понимаю, что у нас сегодняшний разговор, ну, не будет сильно радужным, настолько, как вот это было с Самарой и с Воронежом? Почему? Скорее всего, он будет радужным, потому что переезжать из Владивостока не очень-то хочется. А, это необходимо. Скорее всего, придется, да. Все, я понял. Тогда да, тогда да. Хорошо. То есть, вы, у вас семья есть, дети, детишки? Нет, нету. Все, понял. Вы немножко интересуетесь жизнью города, да, наверное? Ну, интересуюсь, да. Ага, хорошо. Хорошо, давайте тогда начнем немножко разговор. Расскажите, пожалуйста, вот первое впечатление, вот первое, вот человек, например, никогда не был в Владивостоке. Что вы ему расскажете о городе? Чем город характерен и отличается от других? Ну, наверное, отличается своим местоположением и, соответственно, с этим климатом, расположением на берегу моря. У нас есть в России, ну, немало городов, которые расположены на берегу моря, но если их все сравнивать, ну, и не брать в расчет, допустим, Питер, то получается, что из них выгодно выглядит Владивосток. Ну, потому что по своим размерам, по тому, ну, какой здесь ритм жизни, этот город, скажем так, больше похож на такой более крупный город. И если люди хотят видеть себя в более крупном городе, да, не в каком-то маленьком и спокойном, то, наверное, Владивосток – это вариант выбора. Так, вот, и этим он достаточно, ну, сильно отличается от всех остальных. Я правильно понимаю, что, извините, я правильно понимаю, что вот тот же, например, Сочи, да, соразмерный город, тоже в море, но там нет бизнес-движухи, ну, то есть, как бы там дорабатывать нельзя, да, получается? Сочи, во-первых, ну, возможно, он по площади соразмерный, но количество населения там в два раза меньше, чем во Владивостоке. И да, он все-таки такой, он более курортный, там все, ну, кто туда едет, они как бы едут в основном не за тем, чтобы там какой-то бизнес строить или что-то, туда люди едут за отдыхом, вот, и получается, что там и местные жители, они как бы тоже, ну, настроены, у них все вокруг вот этой индустрии крутится, и ничего как бы там особо другого там нет, вот, поэтому... Ну, если люди в этой индустрии заняты, то, конечно, Сочи неплохо, а если нет, то стоит подумать. Я понял. Ну, на самом деле, да, я здесь вот с вами согласен полностью, потому что в Владивостоке можно зарабатывать, ну, нормально зарабатывать. Конечно, есть проблема со стоимостью недвижимости, но в том же Сочи эта проблема в 10 раз еще хуже. Я скажу так, что, да, если во Владивостоке человек смог реально хорошо зарабатывать, то стоимость недвижимости во Владивостоке его уже не напугает. И, скорее всего, стоимость недвижимости по всей стране его уже не напугает, если во Владивостоке он сможет, да. А чем вы занимаетесь? Какой у вас свидетельности? Я доучиваюсь, последний курс учусь на врача. О, я понял. Вы все равно живете в Владивостоке. Скажите, какие обычно зарплаты в городе? То есть, какие зарплаты считаются нормальные во Владивостоке и, ну, какие минимальные? Ну, насчет того, какие здесь бывают минимальные, я так не скажу, потому что, скорее всего, возможно, где-то здесь люди получают маленькие зарплаты, соответствующие МРОТу. Вот. Но это, конечно, вообще не та зарплата, с которой во Владивостоке вообще можно как-то жить. То есть, это вообще невозможно. Во Владивостоке более-менее можно жить, если на одного человека есть 40 тысяч в месяц. И при этом, если нет необходимости снимать квартиру, потому что снимать квартиру будет стоить от 20 и выше. И то 20 – это какая-то студия, и ее еще нужно найти, чтобы она была нормального качества за 20. Вот. Поэтому, если нужно снимать жилье, то это, соответственно, нужно 60-70, чтобы чувствовать себя хорошо. Хорошо. Есть ли такие зарплаты во Владивостоке? Ну, безусловно, есть. Есть и гораздо больше. И тут уже все зависит от того, кто что гораст. Потому что во Владивостоке зарплаты – это очень неоднозначная какая-то вещь. Все зависит от того, куда ты устроишься. Хорошее место, плохое место. Вот. Ну, и как бы, насколько ты хороший специалист. Если ты хороший специалист, то тебе заплатят больше. Если ты плохой, тебе зарплатят меньше. Потому что, если ты хороший, ты просто в любой момент скажешь, что я от вас разворачиваюсь и ухожу на более хорошие условия. И будет выгодно работодателю тебе. И другие вакансии есть. И будет, куда уйти. Да, да. И есть, куда уйти. А даже если нет, куда уйти во Владивостоке, то можно уехать в более крупный город. И там тоже найти себя. Поэтому те, кто действительно хорошие специалисты, они находят. И во Владивостоке находят себя. И в других городах находят себя. И, в принципе, не имеют таких прям больших проблем. Анастасия, скажите, не так давно в Владивостоке прошел саммит АТЭС. И вложили в город неимоверное какое-то количество денег. Ну, то есть, даже, насколько знаю, что больше, чем в тот же Сочи. Да, когда была Олимпиада. Вот эти вот огромные просто деньги. Как они почувствовались? Что вы, как житель города, получили? Ну, как житель города, ну, что мы получили? Мы получили мосты для начала, изначально. Вот, это, конечно, очень хорошо. Получили ДФУ, да, получили там океанариум, получили какие-то ремонты каких-то дорог. В общем и целом, это, конечно, все неплохо. Но есть ощущение, что за те деньги, которые действительно сюда вливали, наверное, что-то мы недополучили. Понятно. То есть, как бы не сказать, что полностью прям эти деньги эффективно были вложены в жизнь, ну, в то, чтобы улучшить жизнь людей. Ну, да, и как-то вкладывали, ну, да, ну, наверное, можно было и как-то рациональнее им распорядиться. Я понял. Скажите, есть, насколько я знаю, Владивосток такой славится своим автомобилизированным, да, населением, где очень много машин, даже вот на одну семью, да, приходится там, две или три машины иногда. И не совсем удобной инфраструктурой для пешеходов. Вот согласны ли вы с этим и можете немножко вот дать комментарий свой? Да, согласна. Во Владивостоке без машины нечего делать. Человек без машины во Владивостоке в какой-то момент почувствует себя ущербно, как бы это ни звучало. Ну, потому что так и есть. Потому что у нас все строится вокруг машин. То есть есть смысл жить во Владивостоке, если у тебя есть машина? Да, да, если у тебя есть машина. Если ты пешеход, то трудно тебе будет. Если ты пешеход, то лучше выбирать как бы место жительства рядом со своей работой, чтобы тебе не приходилось там далеко идти, далеко ехать, и как-то вот чтобы крутиться в каком-то одном районе. Потому что без машины, конечно, грубо говоря. Да, это даже чувствуется, когда ты просто понимаешь, что центральные улицы, тротуары настолько узкие, что там даже двое иногда не могут разойтись. Да. Вот столько машин в городе. Насколько большая проблема пробок есть? И вообще вот расскажите про пробки. Огромная проблема пробок есть, вообще какая-то неимоверная проблема, потому что пробка стоит каждый день. Вот каждый вечер с центра города в сторону второй речки стоит пробка. Иногда она стоит и по выходным по какой-то причине. Улица Русская, на ней пробка стоит. Вообще такое ощущение, что круглосуточно просто не выезжая оттуда. Вот. И пробки, они в принципе по всему городу. Они каждый вечер после пяти, полшестого, когда все начинают ехать домой, все встает во всех направлениях. Если при этом пошел дождь или снег, причем даже дождь, ухудшает ситуацию настолько, что просто все встает, они становятся 9-10 баллов, эти пробки. В это время машины не едут, автобусы не едут, потому что они тоже где-то стоят в пробке. Таксисты не едут, потому что они не хотят тащиться по пробкам. Или заламывают цены такие, что просто не смешно. И в общем-то не едет ни что и никуда. Поэтому если куда-то ехать, то нужно или уезжать до пяти, успевать, или потом ждать уже в 7.30, где-то так, когда там 8, пробки начинают потихоньку рассасываться. Вот в час пик из центра в район добраться какой-то, сколько может занять времени в среднем? Ну вот я как раз живу достаточно далеко от центра. И час-полтора я буду ехать. Причем, если ехать на машине, то это не сильно быстрее. На машине я буду ехать час, на автобусе я буду ехать полтора часа. То есть это вообще запросто. Если нужно добраться не из центра, а из одного конца города в другой, как вот мне я езду, то это вообще, да, какая-то проблема. Расскажите, пожалуйста, про общественный транспорт. Троллейбусы, автобусы, трамваи. Если автобусы, то больше маршрутки или все-таки большие автобусы? Ну, во Владивостоке больше развиты автобусы. Троллейбусы у нас, получается, есть два маршрута. Небольших они ходят на вторую речку. Трамвай, по-моему, один у нас маршрут есть, который с Баляевой ходит на школьную. Вот. Ну, автобусы есть разные. Есть и маршрутки, есть и большие. Все зависит от того, куда едет этот автобус. Если это автобус, который едет из одного конца города в центр и приезжает большое расстояние, то, скорее всего, там ходит большой автобус. Если это какой-то автобус, который едет с какой-то уже остановки до вообще каких-то отдаленных районов, то это, скорее всего, будет маршрутка. Ну, то есть, 50 на 50, вот по вашим ощущениям, или вот прямо чего-то больше? Ну, нет, я думаю, что да. 50 на 50, где-то так. 50 на 50, ага. А трамваи, троллейбусы, автобусы в каком состоянии подвижной состав? Есть разные. Вот, есть разные. Есть автобусы, которые, допустим, заменили. Есть в центре ходит электробус. Они в хорошем состоянии. А есть какие-то, ну, абсолютно древние, которые непонятно как до сих пор ездят. Маршрутки. Маршрутки все стараются менять на новые, но российского производства. Вот, поэтому... Троллейбусы, трамваи старенькие, да? Да, троллейбусы, трамваи старенькие. Их не меняют. Я не знаю вообще, собираются или нет. И будут ли их вообще развивать. Возможно, они когда-то в скором времени прекратят ездить. Ну, я знаю, насколько есть еще в Владивостоке фуникулер, но это не... Ну, как бы нельзя назвать общественным транспортом, да? Это больше для туристов. Ну, он есть. Почему? Если вам вдруг удобно на нем, как на общественном транспорте, передвигаться, то почему нет? Но обычно, да, его используют туристы, потому что он не очень-то далеко едет. И приезжает он, собственно говоря, на кольцо фуникулера. То есть там, получается, остановка автобусная. И до ближайших жилых домов там нужно переходить там по подземке через все это кольцо. И тут там эти новостройки стоят, которые достаточно дорогие. И я думаю, что люди, которые в них живут, они вряд ли пользуются фуникулером. Вот. Я понял. И поэтому, да. Поэтому им пользуются туристы в основном. Но вообще, да, можно им и как общественным транспортом пользоваться. Фуникулеры вполне приятные. У них приятно ездить. Сколько он стоит? Правда, я не знаю. Я давно не ездила на фуникулере. Во Владивостоке очень много видовых точек, да? То есть как бы город на холмах, да, расположен? Ну, да, на сопках. Вы наслаждаетесь этой красотой? Или вы просто привыкли? И как-то не обращайте на это внимание? Нет. Я думаю, что вот я живу. И не то, чтобы привыкла. Ну, да. Когда там какие-то дела, ты там куда-то едешь, если ты думаешь там себе про работу, про учебу, про еще что-то, ты вроде как, ну, и не обращаешь внимания. Но когда выдается там какая-то минута свободная, тут так можно посмотреть, и видишь, какая вот красота. Красота. Вот, и смотришь на нее, и каждый раз смотришь, и любуешься, и думаешь, а как же можно отсюда уехать, когда тут раз, выглянул вроде как, и все, и сразу красиво. Ну, потому что это действительно, да, выглядит, вот если с каких-то видовых точек смотреть, все очень красиво. Закаты очень красивые над морем, это можно любоваться бесконечно. Можете назвать какие-то, ну, вот мы говорили, что сам этот тест, да, изменил город. После него какие-то были интересные проекты, общественные пространства, может быть, какие-то театры, или какие-то интересные проекты, ну, зданий, да, общественных зданий были реализованы. Можете что-то рассказать, что вам по сердцу прилилось, или вообще, что вы помните, знаете? Ну, построили театр, получается, Мариинский, но я там не была ни разу, я не знаю, что там внутри происходит, если честно. Вот, что? Ну, делали у нас набережную, получается, которая под мостом золотым, вот набережная Царевича, но я скажу так, ее вот сделали, она прилично выглядела, когда ее сделали. Сейчас я не могу сказать, что она прям выглядит как-то очень хорошо. Тем более, что, получается, под этим мостом, когда ее сделали, там было свободное такое пространство, туда приезжали люди на машинах, расставляя кальяны, курили эти кальяны, вот, в общем, через какое-то время, чтобы этого не происходило, это пространство закрыли каким-то страшным забором, вот, и получается, что ты идешь по этой набережной и втыкаешься в этот страшный забор, вот. И, в принципе, так во всем, что-то делают, 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 и потом это заканчивается каким-то очень, ну, странным там забором или еще чем-нибудь, какой-нибудь там разваленной тротуарой или еще чем-то. Вот почему-то, вот, все время... Хаос, хаос такой, да? Начинают за здравие, заканчивают за упокой. То есть, владелостокчане не сильно довольны своими городскими и краевыми властями? Ну, я не знаю, кто как доволен, но в плане вот этого всего обустройства, конечно, можно было бы сделать и лучше. Можно было бы сделать так, чтобы плитка не отваливалась на тротуарах. Можно было бы сделать так, что как-то эти заборы были бы, ну, хотя бы, я не знаю, как-то украшены, скрыты, но не так, что ты идешь-идешь и просто врубаешься непонятно во что. Можно идти, и вдруг у тебя закончится тротуар, например. Вот ты шел-шел, был тротуар нормальный, раз, и все. И он кончился, и дальше нет ничего. Дальше есть дорога, по которой либо ты вынужден идти, либо ты вынужден не просто перейти через дорогу, чтобы идти по тротуару, а если ты хочешь по правилам ее перейти, ты должен вернуться до ближайшего пешеходника, который еще нужно поискать на самом-то деле. Я понял. Но это такой вот хаос, я так понимаю, что жители Владивостока, они немножко вот себя вот даже иногда и гармонично чувствуют. То есть все-таки это люди такие. Да, все-таки уже здесь постоянно живет, все же уже привыкли, что оно так есть и есть. Наверное, те, кто приезжают, они немножко удивлены. Бывают. А так? Скажите, не так давно, ну, как я лично считаю, что в угоду выборам президента был, поменяли столицу Дальнего Востока, да, как бы перенесли ее из Хабаровска в Владивосток. А насколько это было важно для жителей Владивостока и, ну, и сами, как вы к этому относитесь? Ну, я не могу говорить за всех жителей Владивостока, насколько кому это было важно и насколько кому это понравилось или нет. Единственное, что можно по этому поводу сказать, что этот статус повлиял на то, что у нас еще подорожали цены на недвижимость. Они так дорожают. Позитивных не было, да, каких-то моментов. Не, ну, приятно, потому что, да, ну, как бы всегда же было такое, что вот есть Владивосток и есть Хабаровск вроде как и вроде как дали статус и так, ну, классно теперь, как бы. Владивосток-Сити все дела, но, как бы, если уж так говорить, то да, минус есть в том, что цены-то подорожали. Понял. Можно ли назвать Владивосток зеленым городом и нет ли проблемы с вырубкой деревьев? Не знаю я, насколько его можно назвать зеленым, потому что, ну, в центре города зелени не очень много на самом-то деле. А вот если уехать в какие-то районы такие спальные, подальше, которые, в принципе, граничат с лесом, который окружает Владивосток, то там, конечно, да, там зеленый, конечно, там лес. Вот. Но, допустим, вот если ехать по городу Артему, который здесь рядом, ну, он маленький, конечно, но он кажется гораздо более зеленым. Возможно, потому что он вот такой маленький, там много одноэтажной застройки, ну, я имею в виду малоэтажный. Вот. Поэтому он может быть кажется более зеленым, чем Владивосток. Но в центре, да, в центре мало зелени. С другой стороны есть плюс, потому что у людей, у которых, допустим, аллергия на полы, им в центре Владивостока будет чувствовать себя лучше. Я отношусь к этим людям, страдаю каждый август и сентябрь и лучше всего чувствую себя в центре, где не очень много зелени, где не растет полынь, где есть море, с которого дует морской воздух, который сдувает более-менее вообще эту пыльцу. И действительно, несмотря на то, что там говорят, вот центр, там машин много и все загазовано, а чувствуется там себя гораздо лучше. Расскажите, пожалуйста, про море. Море это подразумевается, что есть много хороших мест для купания. Так ли это для Владивостока и вообще где вы купаетесь? Ну, места для купания есть. Правда, жители Владивостока, они склонны выбирать еще, где они покупаются. Еще и выбирают. Конечно. Да. Я вам больше скажу, некоторые еще и говорят, что я и на Шамаре купаться не буду, потому что, ну, типа... То есть, Шамар, кто не знает, это самый центральный пляж, скажем так, Владивостока, который находится за пределами города и он огромный и очень популярный. Ну, да, я бы его не назвала центральным, чтобы люди не подумали, что он в центре города, потому что он находится, да, за городом и он песчаный, вот, и там, конечно, да, там купаются люди и на других пляжах купаются, и на санаторной купаются, там, и на чайке купаются, и на русском острове купаются, и на Патрокли, и где только не купаются. Единственное, что жители Владивостока стараются не купаться на набережной, но я там постоянно вижу каких-то людей, которые это делают. Да, ну, я бы не стала там купаться. Я имею в виду, что, как бы, реальный популярный пляж в Владивостоке, да, он находится не в самом городе, и в городе не так много мест, где можно нормально покупаться. Ну, почему? В принципе, даже, я не знаю, просто, что понимать под понятием город, вот, потому что, ну, как бы, санаторная, чайка, это все нормальные, хорошие пляжи, удобные, да, для людей, где можно искупать. Да, они находятся, по идее, в черте города, но это вот тоже, как бы, туда надо ехать. Если ты там не живешь на второй речке где-то, то получается, что это, наверное, далековато. Ну, точно так же можно и сказать про русский остров. Наоборот, если ты живешь на второй речке, то тебе нужно через весь город проехать, чтобы доехать до русского острова. Вот, поэтому, ну, каждый едет, куда ему нравится, куда ему ближе. ну, летом люди так же стараются и в край куда-то уехать, отдохнуть, может быть, какие-то дикие пляжи ищут, кто-то там на базы какие-то ездит, там всякие там Триозерия, Андреевки, Витис и так далее, все ездят. Ну, я думаю, вы знаете, потому что люди с Кабаровского края тоже активно везде там ездят. Да, но я знаю, что с городскими пляжами большая проблема. В Владивостоке я вот лично был на Патрокле последний раз. Мне сложно, ну, как бы, мне язык не поворачивается назвать это организованным местом купания, где можно комфортно искупаться. Ну, может быть, это изменилось уже с тех пор. Вот, поэтому я и спрашиваю, да. Скажите, русский остров, огромный остров, из которого легко достаточно попасть из центра города, да, на него через мост, который построили. Что он для вас? Что вы там конкретно делаете? Куда вы, если едете туда, то куда? В какие места? И зачем? Ну, какое-то время на русский остров мне приходилось ездить, когда я там училась в ДВФУ. И я туда ездила, получается, по учебе. Когда я оттуда отчислилась и пошла учиться в медицинский, в принципе, почти перестала ездить на русский остров, потому что на батареях, которые там есть, я как бы уже была. На самом кампусе тоже уже была, на других пляжах тоже была. И получается, что, ну, нету такой большой необходимости мне туда собраться и поехать. нету чего-то, какой-то точки притяжения, которая бы периодически вас бы притягивала оттуда. Ну, понимаете, если бы я жила там где-то на Чуркине, то, наверное, я бы ездила туда чаще. Ну, то есть, вот этот вот район, прилегающий к Москве. Вот. А так получается, что я живу в совсем другом конце города. И мне туда, ну, невыгодно. Если я хочу поехать на море, то я могу на него не поехать. Я могу выйти и пешком здесь дойти до Чайки, либо я сяду и поеду на Шамару. И, скорее всего, если я выйду там не в самые там выходные, то на Шамару я приеду от своего дома быстрее, чем на Русский остров. Поэтому, если там я хочу в море, то, ну, скорее всего, я просто поеду туда. Ну, и да, иногда бывает, приезжаем там с друзьями на Русский остров, но это бывает очень редко. Расскажите немножко про историческую архитектуру. Много ли ее в городе и в каком она состоянии обычно? Ну, ее в городе много, но я бы не сказала, что она в хорошем состоянии. Есть отдельные дома, которые в хорошем состоянии. Обычно эти дома принадлежат каким-то ведомствам и за ними там, ну, ухаживают. Вот. А те дома, которые ведомствам не принадлежат, они потихонечку приходят в разруху. Некоторые из них пытаются реставрировать, иногда реставрируют как-то очень похабно. Мне очень не нравится, когда лепят вот эти вот сейчас модные панели, которые непонятно из чего сделаны, то ли из пластика, то ли из чего, которые имитируют камень. Они просто очень быстро приходят в негодность. Я не знаю, они от ветра или от чего, ну, в общем, они отрываются, появляются какие-то дырки, ну, в общем, выглядит это не очень. Вот. Ну, есть, да, есть отдельные дома, за которыми хорошо укаживают, те выглядят симпатично, да, есть на что посмотреть. Ну, на некоторые вот смотреть как бы грустно. Расскажите, пожалуйста, про, ну, про сезоны, да, вот лето, зима, осень и весна, да, то есть, какие они в Владивостоке? Ну, можно начать, например, с лета. Лето, получается, если говорить про июнь, то июнь, это еще, может быть, во Владивостоке прохладно, для того, чтобы это прям назвать летом-летом и обычно пасмурно. Вот. А в июле, в июле обычно появляется две недели, когда прям, ну, хорошо, и вроде уже и море нормально прогревается, вот, но потом в конце июля начинается опять что-то пасмурное, и оно захватывает август, там обычно идут тайфуны, вот, но обычно распогаживается хорошо к концу августа, вот, к этому времени уже прям хорошо прогретое море, хотя, ну, по идее можно начать искупаться и в мае на самом-то деле, ну, просто те, кто прям любят прям теплую воду, то это, конечно, август и сентябрь, потому что она в сентябре еще не успевает остыть. Единственный момент, что, когда вода становится достаточно теплой, появляются медузы-крестовики, вот, и я, например, предпочитаю тот момент, когда вода чуть прохладнее, но они еще не появляются. Они опасны, да? Крестовики, да, большие такие медузы, такие зеленые, голубые, которые плавают, они не очень опасны, а вот именно вот маленькие, вот, и их обычно чем теплее вода, тем их больше, поэтому, и они обитают обычно там, где мелко, то есть, если вы там будете плавать где-то, где глубоко, то в основном нормально, а вот, ну, там, там, где мелко, там, да, там их может быть много, вот, ну, обычно они появляются в августе, и к сентябрю их уже нет, поэтому, если выбирать хорошее время, когда в Владивосток ехать, это, ну, первые две недели сентября, наверное, самый лучший вариант, вот, значит, ну, потом, в принципе, тоже тепло, например, в этом году было вообще очень тепло, до самого ноября, в принципе, ходили в легких куртках, и вообще, шикарно, в ноябре стало холодно, резко, ну, как всегда, в середине ноября резко становится холодно, вот, и все, и уже приходится одевать там теплую куртку, буховик, и так до самого апреля, потому что, ну, во Владивостоке, как бы, зимой не очень-то идет снег, в основном он не идет, ну, может быть, там, пару раз за зиму, и обычно это вообще какой-то абсолютный коллапс, если что-то выпадает, потому что он выпадает каждую зиму неожиданно, и он не успевает чистить, все стоит в пробках, или вообще ничего никуда не едет, вот, или какой-то, как вот ледяной дождь был, это вообще, ну, просто сюр, когда все пообрывалось, электричества нет, воды нет, ничего нет, вот, ну, то есть это вообще, и как бы зимой не холодно в основном, ну, так. Морозов нету там, минус 20, минус 30. Ну, минус 20 может быть, но это вот обычно на крещенские там морозы, вот, ну, да, может быть минус 20, может быть даже минус 25, но это очень редко, вот. То есть где-то, наверное, градусов на 10 теплее, чем в Хабаровске, да, наверное, зимой. Ну, да, в основном минус 10, там, ну, ночью там, может, минус 15, но проблема в том, что ветер дует, и, ну, в те дни, когда он дует, это прям, ну, вообще не смешно, потому что он такой, пробирающий, до костей. Если человек, ну, не привык, то, наверное, наверное, не понравится все это мероприятие человеку, если он не привык. вообще, ну, так вот, если получается, если ты на машине, опять же, передвигаешься, то ты там, как бы, с утра раз в машину, после работы раз в машину, и вроде кажется, что можно и всю зиму там проходить, там, без подштанников, да, и в легкой куртке, потому что ты там, вроде, то в машине, то в здании, то еще где-то. А вот если надо передвигаться по улице, долго, пешком, то это не очень приятно. Вот. Ну, и потом начинает распогаживаться потихонечку, в принципе, начинает, наверное, с середины марта. Вот. Ну, весна непредсказуемая в Владивостоке. Может быть так, что в конце марта уже можно и будет без куртки ходить, а может быть так, что в мае снег пойдет. То есть весна, это вообще то время, когда ты никогда не можешь угадать, какая будет сегодня погода. Вот. Люди могут одни выйти в шортах, другие выйти в шубе и идти по улице вдвоем рядом, и сразу понятно, что просто тот, кто в шубе, с утра вышел из дома рано, когда холодно было, а тот, кто в шортах, вышел из дома в обед. Вот. И вот они оба идут. Вот так это примерно выглядит. Скажите, летом, я знаю, бывает часто туманы и такая взвесь, да, такая мелкой, мелких частиц воды в воздухе. Ну, да, здесь высокая влажность, вот, причем очень высокая, реально очень высокая. Я иногда, когда, ну, смотрю видео про какие-то другие города, и где там, ну, люди начинают говорить, что у них высокая влажность, то я им не очень верю, потому что, ну, всегда очень хочется сравнить, на самом деле, эту информацию с тем, насколько высокая влажность во Владивостоке. Потому что, то, что мы здесь называем, как бы, ну, высокой влажностью, есть предположение, что в других городах такой влажности вообще не бывает. Ну, те, которые, естественно, около моря не находятся. Вот, потому что, ну, да, здесь прям может быть спокойно весь месяц, там, тебе может показывать, что 98%, 100% может показать запросто. Вот этот туман и морось, это не раздражает, или это, наоборот, какая-то вот романтика же для многих? Не, ну, этот туман, безусловно, выглядит очень эффектно, вот, но если в нем постоянно жить, то, наверное, раздражает. Вот, и, наверное, для тех людей, которые, там, может быть, астмой болеют, это, наверное, не очень. На самом деле, очень вот этот вот сырой воздух, очень сырой, и плюс нужно еще сказать, что, допустим, если у нас летом не очень, как бы, холодно, ну, вернее, не очень жарко, там, 20, 25, очень редко 30, то, когда с вот такой влажностью 30, это все, это очень плохо переносится, прям, лучше прям сидеть реально под кондиционером и включать его не на охлаждение, а на осушение воздуха, чтобы хорошо себя почувствовать, потому что, ну, на самом-то деле, по градусам-то немного, а чувствуется это так, как будто ты, ну, в бане в какой-то напарил, и вот в ней сидишь. Знаете, Анастасия, я слушаю вас и все-таки думаю, что, наверное, ну, я не могу сказать, что у нас прям радужный обзор получился города, и тем не менее, вы говорите о нем с такой любовью, то есть, я так понимаю, что это такое вот развлечение на любителя, но если ты уже полюбил, то ты вот прям всей душой. Ну, наверное, да, просто, когда начинаю сравнивать с другими городами, понимаю, что у них там тоже есть какие-то минусы, и их минусы, возможно, перевешивают те, которые есть здесь. Ну, то есть, Владивосток есть за что любить, и как бы, если ты человек Владивостока, то ты будешь в нем жить и счастлив всю жизнь, до конца жизни, да, и никуда не захочешь. Ну, да, да, если понравится, то да, вот. Ну, просто, ну, да, есть тут моменты, кому-то может здесь климат не подойти, да, кому-то ритм жизни может не понравиться, кому-то может не понравиться там удаленность от Москвы, Питера и других каких-то там стран европейских, вот это вот все. Ну, а кому-то может понравиться здесь, да, кто-то может подумать, что, ну, ему здесь комфортно, кто-то может найти и все. Расскажите, как вы добираетесь до Москвы, сколько это обычно стоит и как это, ну, насколько это сложно? Ну, стоит это дорого. Самые дешевые билеты, которые я видела в последнее время, стоили 13 тысяч в одну сторону, вот. ну, две, соответственно, 25, это выходит, 26. Вот, ну, есть, конечно, дороже, безусловно, билеты, вот, дешевле, дешевле, не знаю, дешевле я давно не видела. Лететь 8 часов, вот. Тяжко? Собственно говоря, садишься и летишь 8 часов. А под, то есть, если тебе надо куда-то в центре России или уж, или в Европу или куда-то еще, то ты должен сначала долететь до Москвы и потом следующим шагом и еще куда-то. Ну, я бы так не сказала, что прям куда-то еще. Вот, если надо в Москву, в центральную Россию, в Европу, то да, когда ты садишься, летишь сначала в Москву, а потом уже решаешь, куда ты там дальше летишь. А вот если нужно лететь как-то в другую сторону, то есть, наверное, смысл, раньше можно было, ну, по крайней мере, до пандемии долететь из Владивостока в Гонконг, а оттуда можно долететь куда угодно. Вот. И, наверное, если лететь там в сторону Америки, в другую сторону, да, на побережье Тихого океана, ну, их континента, то, наверное, имело смысл лететь не через Москву, а просто лететь в другую сторону или через Токио лететь, или через Сиук. То есть, это тоже... Есть варианты, и они более-менее рабочие были, для жителей Гонконг? Ну, это, конечно, все очень дорого тоже, но варианты есть. Анастасия, можете перечислить несколько основных пунктов, зачем стоит переезжать в Владивосток, за какими вещами? Так, ну, если, допустим, по карьере переезжать во Владивосток, то тогда она должна быть связана с морем. Вот. То есть, это либо какая-то военно-морская здесь, либо это, ну, промышленность, связанная с морем. То есть, если карьера... Еще можно, конечно, те, кто занимаются тем, чтобы возить машины, вот, тоже могут себя здесь найти. Вот. Ну, это если говорить про карьеру. Если говорить про какие-то другие аспекты, ну, тут люди, если они, допустим, влюблены в красоты Дальнего Востока, скажем так, потому что если людям нравится Дальний Восток, то, наверное, выгодно жить во Владивостоке, потому что отсюда можно на машине посещать многие места в Приморском крае, там, в Хабаровском, да, вот, и можно полететь на Камчатку, на Сахалин куда-то. Это, ну, еще по более-менее нормальным ценам можно сделать и при этом, ну, не лишить себя того, чтобы проживать в более-менее большом городе. Потому что, конечно, ну, если любить красоты Дальнего Востока, но проживать где-нибудь в Петропавловске или где-нибудь на Сахалине, то там больше чувствуется такое удаление от цивилизации. от цивилизации во Владивостоке все-таки как бы более-менее в общем, последний вопрос цивилизации в этом направлении. Да, да, скорее так, вот. Ну, и да, если люди как бы тут любят Дальний Восток, то, наверное, Владивосток имеет смысл выбрать для того, чтобы проживать. Ну, и те, кому подходит климат, потому что, на самом деле, очень солнечная зима, и этим может похвастаться далеко не каждый город. Много солнца в городе, да, вообще? Зимой, да, зимой прям солнечно, сухо, снег не идет, вот, и солнце светит хорошо, оно начинает там светить где-то в восемь, в полдевятого, заканчивает в шесть, ну, то есть оно светит полный рабочий день, в общем-то, вот, чего нельзя, например, сказать о Москве и Петербурге, которые, ну, очень депрессивно в этом плане зимой выглядят, потому что ты проснулся, темно, ты на работе пока был уже темно, и, в общем, ну, и все время темно, и ты в этой темноте и сырости живешь, потому что у них там еще и снег идет, вот, поэтому, если, как бы, хочется такую солнечную зиму, то это да, если хочется жить у моря, но при этом не хочется мучиться прямо от жары, потому что все, что вокруг Сочи, это, конечно, очень жарко, многим людям очень там хочется жить у моря, но вот, ну, не хочется от этой жары мучиться, потому что, ну, не каждый ее вытерпит, вот, во Владивостоке можно не мучиться, здесь не настолько жарко. Сосе, я думаю, что на этой позитивной ноте нам тогда мы лучше закончим, да, и пускай, да, это вот, ну, на самом деле Владивосток прекрасный город, и нет никаких сомнений, что он заслуживает большего в плане, как бы, внимания, да, городских, краевых властей, его благоустройству, и то, что автомобилизация там, ну, как бы, до такой степени дошла, что там невозможно по городу передвигаться, это тоже, конечно, их ответственность, и надеюсь, что возьмутся за ум, и будут изменения, желаю городу Владивостоку и вам, Анастасия, ну, чтобы все было хорошо, и если вы не хотите уезжать, может быть, что-нибудь так получится, что и вам и не придется ехать, очень на это надеюсь, да, спасибо, ребят, всем, кто нас послушал, обязательно пишите свои комментарии про Владивосток, надеюсь, что что-то полезное, интересное вы сегодня узнали, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока, Анастасия, до свидания, До свидания.